МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире борьба армянака Абрамяна за справедливость в отношении насильственно перемещенных лиц из Арцаха. Принудительное выселение армян из Арцаха напоминает о фактах геноцида, совершенного против армян в начале 20 века. Багу готовится представить в ООН карту восточной Армении с азербайджанскими топонимами. Очередная жертва культурного геноцида Баку. Статуя национального деятеля Олега Манукяна. Международная конференция археологическая школа АНИ. Исторический город Шуши в регионе республики Арцах стал центром недавней войны между коренными народами Арцаха и Азербайджаном. Отмеченные жестоким насилием и разрушением военные действия привели к носительному перемещению армянских жителей, потере имущества, средств к существованию и серьезным психологическим проблемам. В ответ на кризис в 2021 году Армянак Абрамян предпринял конкретные шаги, обратившись в Европейский суд по правам человека от имени перемещенных из Шуши жителей. Этот процесс требует тщательной подготовки, сбор существенных доказательств, глубокое понимание этнических чисток, геноцида и международных прав человека. Заявление Армянака Абрамяна направлено на создание прецедента для защиты перемещенных лиц во время подобных конфликтов. Тем самым Абрамян решает насущные потребности изгнанников, также укрепляет глобальные рамки защиты прав человека, начиная с совершенного против армян в Западной Армении геноцида. Несмотря на длительные и зачастую сложные судебные процессы, продолжая прилагать все возможные усилия, свидетельствующие о приверженности, что в свою очередь подтверждает для людей, потерявших свой дом и средства к существованию из-за войны Армянак Абрамян – маяк надежды. Российско-армянский Лазаровский клуб, объединяющий политиков, экспертов и дипломатов двух стран, присоединился к инициативе Института Лемкина по превращению геноцида. Отметим, они проводят сбор подписей с требованием освобождения лидеров Арцаха и других армянских пленных, удержанных в Баку. Об этом говорится в заявлении клуба. Авторы также указывают на угрозу существования культурно-исторической идентичности армянских религиозных и культурных памятников церквей и монастырей в Арцахе. С целью сохранить памятники объявляется о намерении создать специальную экспертную группу Лазаревского клуба для проведения мониторинга. Их также беспокоят попытки лишить гражданства и гражданских прав наших соотечественников, насильственно перемещенных из Арцаха в Восточную Армению. Подчеркивается список неотложных проблем. Их возвращение в свои дома – судьба армянских культурных религиозных памятников. Также в связи с трагедией выражаются сочувствия армянскому населению Арцаха, отметив. Это напоминает о фактах осужденного международным сообществом геноцида в отношении армян в начале XX века. Баку активно готовится воспользоваться 29-й конференцией ООН по изменению климата против Восточной Армении. Об этом в беседе «Спутник Армении» заявила Азербайджановед Татеп Айрапетян, проанализировав информацию бакинских источников. По словам Азербайджановеда, экологическая пропагандистская кампания против Восточной Армении будет ввестись в двух направлениях. Поднимут вопрос о том, что Восточная Армения незаконно использовала природные ресурсы Арцаха, будет сделана попытка представить Восточную Армению как страну, которая якобы больше всех загрязняет регион. На готовящейся карте особо подчеркивается, что они будут использовать якобы азербайджанские топонимы на наших территориях. Следовательно, они полностью исказят географические названия нашего государства, переводя их на различные языки, искажая факты и пытаясь сделать это частью повестки дня. Помимо экологических и политических проблем, Баку таким образом пытается решить экономическую проблему, создавая искусственные препятствия для экономических объектов Восточной Армении. Баку продолжает уничтожать памятники в оккупированном Арцахе. Эта политика проводится на государственном уровне с целью полного уничтожения армянского следа. Об этом на своей странице в Facebook пишет омбудсмен по культурному наследию армянского Нагорья Овик Абонесов. В качестве предупреждения опубликовано видео из столицы Арцаха Степан Накерта. Из предварительного изучения и анализа становится ясно, что статуя мецената и национального деятеля Олега Мнукяна стала очередной жертвой культурного геноцида. Статья 8 Международного уголовного суда рассматривает уничтожение культурного наследия на оккупированных территориях как международное военное преступление. Запрещается направлять преднамеренные атаки на сооружения, посвященные религии, образованию, искусству, науке или благотворительным целям на исторические памятники или больницы, если они не являются военными целями. Согласно статье 4 Гагской комбинции 1954 года о защите культурных ценностей при выжженном конфликте, все акты вандализма, кражи, грабежа, незаконного присвоения, вражды и репрессии в отношении культурного наследия запрещены. Напомнил о Ванесов международному сообществу. В Музее истории Армении стартовала трехдневная международная научная конференция «Археологическая школа Ани». В этом году исполняется 160 лет руководителю экспедиции раскопок Вани Никохаюсу Мау и известному исследователю архитектуры Аниторосу Тораманяну. Также 140-летие одного из ключевых членов экспедиции организатора археологических работ в Армении Ашхарабека Калантара. Директор Музея истории Восточной Армении Давид Погосян отмечает важность конференции, посвященной 120-летию регулярных раскопок Вани и созданию археологической библиотеки. Также юбилеем трех выдающихся исследователей, которые помимо раскопок предприняли также процесс музеификации этих материалов. В ходе международной конференции запланировано более четырех десятков докладов, темы которой касаются истории, изучения культуры и музеификации Ани – археологии, литографии, архитектуры, культурологии, искусствоведению. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!